В Сталинград придем с бомбежкой, а до Саратова с гармошкой. Такие листовки в 1942 году раскидывали немцев в Сталинграде. Свой крах в городе Герои они напрямую связывали с саратовской поддержкой. Между двумя населенными пунктами, по аналогии с Ленинградом, пролегала дорога жизни, по которой шло сообщение с осажденным городом. Именно здесь, в Саратовской области, родились легендарный летчик Виктор Тололихин и командир знаменитых ночных ведьм Марина Роскова. В память о погибших героях в Саратовском парке Победы в 80-е возвели памятник журавли. На территории мемориального комплекса, площадью 80 гектаров, музей под открытым небом. Примечательно, что все экспонаты не макеты, а машины, прошедшие войну. Самоходная артиллерийская установка ИСУ-152. Эта машина воевала на фронтах Великой Отечественной с 1943 года. Побывала в Берлине и Кенигсберге, где отлично проявила себя при прорыве немецкой обороны. К журавлям самарские ветераны поднимались по лестнице, на которой отмечены места, где велись самые важные сражения. Владимир Николаевич Квартальнов впервые смотрит на Саратов с высоты птичьего полета. Война отняла у него детство. В 41-м ему было 5 лет. Тогда же потерял отца. В августе он погиб на фронте. Он отбыл на фронт и под Орлом погиб. Бои тяжелые были, отступление, враг напирал. Несколько писем с фронта мы получили все-таки. О чем были эти письма? Письма о боях. Письма были бодрые. Он поддерживал. Каждого в парк на Соколовой горе привела своя история. Федор Алексеевич Глухих прошел всю войну, закончил ее в боях с бандеровцами на Западной Украине. Участвовал в параде 7 ноября 41-го года на Красной площади, откуда сразу отправился защищать столицу. В 44-м освобождал Белоруссию. Вспоминает самые тяжелые бои вел на белорусской земле в 45-м, когда необходимо было уничтожить немецких диверсантов. Мы, в общем, залегали. По-пластунски пытались взять группу немецких диверсантов, чтобы никто не ушел, чтобы никто не поднялся. Бои шли до тех пор, пока не были уничтожены все диверсанты в группе. Так вот, за лето мы потеряли. Из 330 человек нашего батальона у нас осталось 37 человек. На Саратовской земле гости из Самары возложили цветы к вечному огню и почтили память погибших героев минутой молчания. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События.